Встреча У меня уже прошло 4 встречи с руководством этого предприятия, оно сейчас еще в стадии завершения строительства, ведутся пустоналаточные работы. То, что я знаю, что такое производство вообще первое в России, аналогового производства на территории нашей страны нет. Все, что запроектировано было частным инвесторам, оно на сегодняшний день реализуется. Возникали определенные моменты, которые не были учтены изначально в проекте. Они сейчас доработаны и в стадии завершения. Что касается самого производства и нашего взаимодействия, у нас есть полное понимание. Мы работаем в диалоге, никакая информация от нас не вытаивается. Мы полностью понимаем, что там происходит, какие шаги предпринимаются. И буквально недавно у нас была рабочая встреча с представителями экологического надзора, с представителями Роспотребнадзора. И буквально на этой неделе уже проведены исследования, ведется проверка. Представители этих ведомств побывали на самом производстве, посмотрели, какие процессы там идут. И что касается запаха, то есть два источника. Это канализация, да, те остатки производства, они вводы и затем поступают, непосредственно идет канализование этих остатков производства. И второе, это процесс сушки самих бактерий, для того, чтобы получался вот этот вот протеиновый порошок, оно идет, в общем-то, наверх, это через воздушные все системы. Заводам сейчас проводится большая работа по созданию дополнительных очистных сооружений. Это то, что касается канализации. Они строят специальные емкости, мы видели, да, эти емкости будут находиться на территории производства. Куда будет, ну, умершие бактерии, да, которые непригодны уже для дальнейшего производства, они, в общем-то, сливаются в отдельную емкость и там происходит их переработка. Значит, у них уже завершились все исследования и уже на стадии заключения контракта на поставку дополнительного оборудования, которого не было изначально в проекте, на фильтрацию воздуха. Тех выбросов, которые на сегодняшний день есть. Я думаю, что ближайшие, ну, опять-таки, ну, это с моих слов, может быть, руководство предприятия там другие, но я думаю, что, наверное, в течение там двух-трех месяцев это оборудование должно быть установлено. Вот. Мы, скажем так, раз в две недели с ним обязательно созваниваемся, уточняем, как у них идут эти процессы. Если мы говорим про производство протелюкс, ну, я очень надеюсь, что там через три месяца мы этот вопрос закроем и уже, скажем так, можем и предприятия, потому что, ну, для них это тоже определенные проблемы, да, когда вокруг этого идет большой ажиотаж, есть негатив, есть запах. Мы его тоже чувствуем, мы его тоже, ну, тем не менее. Это не химический запах, да, он, скажем так, ну, болотный бактерий. Мы, когда ходим в лес, да, какое-то, какое-то такое заболоченное место, мы тоже это чувствуем. Вот здесь примерно такая же история. Мы мониторим также и общаемся плотно с нашей Волгоградской больницей по поводу обращений, отравлений или еще каких-то. То есть, таких случаев на территории не зафиксировано. Во всяком случае, обращений официальных, да, чтобы там рослый человек или ребенок получил отравление, что вот там вот это то, что у него там наружно. То есть, такого нет. Роспотребнадзор тоже эту ситуацию мониторит. Они держат этот полотконтроль. Какова только гарантия, что после оплатки процесса, установки очистных, вот, мы вообще не будем сталкиваться с этой ситуацией, с запахом. Или все-таки мы должны смириться, что периодически город будет вот так погружен. Задача, и мы это проговаривали с руководителем, вообще снять этот вопрос, чтобы он больше не поднимался. Вопрос запах, чтобы те установки, которые для этого необходимы, они работают постоянно. Поэтому вот мы настраиваемся, вот, наконец, конечный результат должен быть такой. Если предприятие есть, оно должно, не должно создавать дискомфорт для жителей. Завод подтверждает, что там, как бы, предаты этого производства, запаха и выбросов нет для горожан, да? То есть, слушайте. Забор воздуха на заводе. Меня вот этот вопрос больше всего интересует. Забор воздуха на заводе. Это пищевая добавка. Вот это пищевая, это не химия, да? Это пищевая добавка, которая... Меня интересует, вредно ли это для вдыхания. Мы не обращались к больнице, но это все накопительный эффект имеет. Кингисептский район на самый благоприятный по раку вообще. Поскольку таких предприятий в стране нет... Вот, испытывают на нас все первый раз, да? На нас не испытывают, да? А в других странах есть? Я могу сказать, что аналоговое производство, это производство, там, кормов для животных. Вот, примерно та же история, да? И таких предприятий в Петербурге несколько, которые работают примерно в таком же режиме. И, как нам сказали, примерно такой же завтра. Что касается нашего производства, то все надзорные органы, проверяющие органы, они имеют право по закону начать активно проверять после того, как производство запустится. То есть сейчас идет фактически стройка. То, что они там оборудование запускают, сегодня запустили, завтра остановили, что-то наладили, что-то поменяли. Там же это высокотехнологичное производство, оно в основном идет программами, то есть компьютерной программой стоит оператор, который следит за всем этим производством. Ручной там, да, ничего не кидает, ничего не засыпает, все это происходит в автоматическом режиме. Поэтому, когда предприятие начнет работать уже в полной мере, когда подпишутся все документы о том, что оно введено в эксплуатацию, может работать, вот тогда уже все. Но мы же с вами понимаем, да, что есть проблемы, которые надо решить. И администрация понимает, и с Виктором Михайловичем мы тоже постоянно это обсуждаем. Поэтому мы попросили, да, чтобы провели дополнительные исследования. Предприятие на это пошло. Договора на исследования проведены. Роспотребнадзор регулярно отправляет специалистов, слабые затраты, ну, берет на себя предприятие, поскольку они тоже в этом заинтересованы. Еще раз говорю, эта проверка ведется системно, независимо, там есть запах, нет, то есть рядом с предприятием забор воздуха тоже берется. И они реагируют на те жалобы, которые появляются. Проект прошел экспертизу. То есть все эксперты, которые отвечают за это, просмотрели, все заявленные параметры в проекте, они соответствуют нормам и ГОСТам. То, что появляется, ну, скажем так, побочный эффект в процессе сушки, ну, его в проекте нет. Потому что не заявлены какие-то химические процессы, которые требуют дополнительного всего. То есть натуральный запах, ну, вот. Периодичность и систематичность проб забора воздуха, вот то, что берутся в систему, то есть насколько это часто? Этого делать вообще не положено, да, ну, они пошли на это для того, чтобы сами их уже понимали. У людей было понимание, что это там не раз в квартал, а вот все-таки из-за того, что выбросы происходят довольно часто, что и приезжают довольно часто. То есть вот хотелось бы узнать. Вот сразу, я подпишу, периодичность, за. То есть, когда есть эти процессы сушки, да, там, сбросов в центральную канализацию, либо когда их нет, вот в этом вопросе. Когда идет процесс сушки. А, то есть вот именно самый негативный для нас момент, да? Процесс сушки. Канализация, ну, вот, я, насколько я знаю, там один или два случая были, но все остальное по канализации, там, у них все в порядке. И Волонгородский водоканал за этим очень тщательно следит, чтобы никаких выбросов нет. Совершенно замечательно, что вот создана вот такая группа инициативных граждан, это вообще просто здорово. На самом деле, правильно вы говорите, что любое отсутствие информации, он вызывает страх, потом паник, вот такой ужас, в конце концов, потому что все мы ощущаем этот запах и непонятно, откуда он идет. Но могу вас заверить, что все контролирующие органы об этом будут знать все, начиная от Роспотребнадзора, заканчивая от Роспотребнадзора, заканчивая от Роспотребнадзора. Во все данные источники написано письма, обращение от нас и проводится работа. Со стороны контролирующая работа, причем берется замер не только, там, возле фабрики, с многих точек города. Но все прекрасно мы знаем, что запах, он не имеет, там, скажем, постоянных, да, он появляется определенные дни и часы, но уже поняли, как это происходит тогда, когда покой процесс сушки. Когда ветра нет, некая погода, есть определенный розовый троп, где собирается, там, скапливается, это, скажем так, улица Садовая, бегает, мы сами неоднократно выезжаем, но буквально там 15-20 минут, потом почему-то рассеивается, и мы призываем его сюда, его к Роспотребнадзору, а не приезжает, а нет запах, на самом деле. Потому что его уносит ветер. Исследования приведены, и я бы единственное, что бы хотел попросить, чтобы вот кого-то из представителей данной инициативной группы, наверное, включить рабочую группу в Роспотребнадзора, когда они исчисляют замерпрок. Чтобы уже наглядно посмотрели, да сами в этом убедились. Потом дали результаты проверки, публиковать и дать средства массовой информации. Ну, то есть, это вот первоначально необходимо сделать для того, чтобы действительно люди знали и понимали, насколько это вредно, не вредно. Были мы на этом заводе. Запах, знаете, он похож на запах корма для животных. Потому что, ну, это биологический этот кормовой завод, который готовит именно вот эту струксору, которая в дальнейшем идет как составляющая для кормов, в том числе для корма для животных, домашних и так далее. Он есть, он присутствует, он действительно вызывает определенную негативную реакцию организма. Это неприятно. Ну, может быть, не внутренне верно, но просто это неприятно. Действительно, неприятно. Вот Александр Дмитрий сказал однозначно и подтверждено, и заверено руководством данного учреждения, то, что проектирование ведется именно на выброс, ну, воздуха, если касается чистого сооружения. Оно очень затратное, там, порядок цифры не называли, но их московское, скажем так, руководство пошло на это дело и выделяет им деньги на установку. Поэтому очень надеемся, что когда будет это уже сформализировано, когда мы войдем к работе, то такого запаха не будет. Ну, мы бы ездили к двери на съезде. Потому что они замеряются постоянно. Ну, не ставят на судья, они выезжают, с нескольких точек замеряют по городу. И если бы уже что-то было обнаружено, вы поверьте, городоохранная прокуратура, она бы сразу закрыла. То есть действие было бы однозначно направлено на закрытие этого критерия. Ну, любое нарушение технологии, либо что-то принесение, оно должно документально отражаться. Потому что Ростехнадзор, да, за этим очень следит. Поэтому никаких побочных там примесей, ничего подобного нет. Что у нас еще есть два источника запаха. Это вот около неприятного, канализационного. Это около ГЭС, там вот лютка, которая там, там, постояла за... Иногда даже путают, это от протеина или оттуда. И второй, это вот при спуске по променаду крепости. Там просто вековечный, наверное, запах, который, если есть по конвеку, там есть. И вот когда-нибудь этот вопрос можно решить? У нас подготовлены сметы, мы в этом году даже подавали эти сметы в аварийный фонд в правительство Ленинградской области. Но поскольку решение принято о смене оператора, что Леновый Владыканал начнет работать уже после того, как мы все документы оформим на территории Ленинградского города, то, соответственно, они, эти работы будут уже у себя предусматриваны. Поэтому я думаю, что мы этот вопрос вот с этими участками, о которых вы сказали, особенно около ГЭС, то есть там постоянно у нас проблема, там нужно проводить действительно серьезный ремонт. И туда дальше уже, которая Наровская, Псковская улица, вот этот участок до очистных сооружений, он у нас в плане есть, мы его будем безусловно менять. Я думаю, что вопрос запахов тоже будет решать положение на этом участке. То, что касается спуска крепости, не крепости, а туда, к таможне, к Нарубатской набережной, в променаду к нашему, то, по-моему, там тоже этот участок у нас в аварийном, в предаварийном состоянии, и мы его тоже с ним будем работать. От ГЭС до Псковской, ну, 20-й год. Сейчас велись работа, это модуль отопительных теплотрассы, да. И вот там уже как бы все сделали, все хорошо, да, что не ожидается больше никаких немалов. Временность. Временность. То, что сейчас поверху вот этот весь участок, он полностью заведен, это сделано в ситуации противоаварийных работ, и на зимний период мы этот участок оставим пока в таком виде. А на следующий год уже заявка ушла на замену полностью участка по улице ГГЭН. Полностью все сети по улице ГГЭН. То есть мы там все на следующий год будем менять, и потом еще и ремонтировать дорогу, пешеходную часть. Мы тоже заявку подарим на следующий год полностью улице ГГЭН. Есть ряд домов, которые как-то мне объяснили, по-моему, вы мне объясняли, да, что часть домов идет как-то ниже теплотрассы, или как-то, что вот касательно, допустим, 31-го дома, что там в подвале постоянно находится вода. Грунтовые воды, скорее всего. Ну, вообще у нас все вот двухэтажки, которые по улице ГГЭН, они у нас такие достаточно сложные с точки зрения обслуживания этих домов. И с ними надо вопрос решать. Ну, и жители мучаются, и управляющая компания тоже там постоянно проводит свои работы. Сейчас нам главное запустить по переселению визитков, аварийных зелених жилья по парусинке. В следующем году мы предоставляем, в начале года предоставляем участок. Комитет по строительству проводит конкурс, определяет инвестора, который будет строить многоквартирные, 80-квартирные дом, да, Федюнинского, да, переедут наши жители. Это в районе Федюнинского, 13 или? Да, да, да. Где раньше фундамент был, там вот на углу, да, 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 вот на это пятно. Гагарина 27 и Гагарина 19, где два дома, куда же, наверное, попали в программы, в обслуживание, как говорили, но и дома признаны. Да, но они тут 100% в первую очередь для себя, с фундаментами, да, и с инвестором. Ну, я думаю, что 21-23, наверное, реализация будет само строительство. Все зависит от, ну, как бы, инвестора, который, они сами заинтересованы быстрее построить, передать это, получить свои деньги, поэтому... Голосовали граждане за стадион, закрытый ФОК, что такое, или за школу искусств. А это вот правда? Газпром приступил к реализации проекта строительства ледовой арены. Значит, им уже передан земельный участок на Федюнинского, и они уже начинают проектировать. Ну, и, конечно, вопрос с футбольным стадионом, он открыт. Мы посмотрели существующую площадку на Кингисепском шоссе. Ну, к сожалению, полноразмерный стадион туда у нас не поместится. У нас братское захоронение, которое имеет охранную зону с другой стороны кладбища, и с третьей стороны у нас заправка мест. Поэтому, скорее всего, да, скорее всего, мы стадион будем рассматривать там же рядом с футболом. Субтитры создавал DimaTorzok